МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сегодня готовим молдавский суп зама. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая главная героиня – это курица. Домашняя курица. Суп готовится для того, чтобы после свадьбы или большого застолья, или дня рождения на следующий день немножко подразгрузиться, поесть что-то легкое, он должен быть лайтовый, такой достаточно прозрачный. Отсюда мораль. Берем курицу, выкладываем в кастрюлю, подсаливаем и варим бульон из курицы. Погнали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курица пошла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, обычно в домах в Молдавии, как вот мне сказала наша сотрудница Наталья, она молдаванка, они все почти всегда делают лапшу домашнюю. Ну, там два яйца, мука, и они заделывают, размазывают. Я это не буду делать. Как обычно, лапша у нас готовая продается. Берется картошечка, берется лук, лук, морковь, огромная морковь. Но сейчас вы поймете, что мы будем с ней делать. Значит, корень сельдерея или корень петрушки, или корень пастернака, то есть какой-то белый корень, который есть, то есть корень. Не принципиально вот именно какой. Я спросил, а сельдерей пойдет? Она говорит, да если есть, пожалуйста, конечно, пойдет. Делаем. Значит, перец чуть-чуть болгарский, лук-порей можно сделать. Это лук зеленый, и помидорки ставятся в прикуску. Из зелени петрушка и укроп, это обязательно. Можно добавить зелень сельдерея, вот она у меня здесь есть. Вот зелень сельдерея. Ну и парочка болгарских перцев, или один болгарский перец, но большой такой, тоже соломочкой сейчас нарежем, будет здорово. Особенность замы заключается в том, что она должна быть кисленькая. В деревенских условиях вот эта кислота добавляется, достигается при помощи отрубей заквашенных, специально закваска кислинких. И каждый себе эту кислоту докладывает в тарелку, потому что кому-то нравится, кому-то меньше, кому-то больше. Ну, наподобие нашей окрошки, да, кому-то больше уксуса, кому-то меньше. Поэтому, если мы не делаем закваску, то мы легко выходим из положения лимоном. Вот берем лимон, выжмем его, и потом уже готовую тарелочку мы раз-раз-раз выжимаем, регулируем кислоту, легкость, все прочее, кому-то чего нравится. Вот такая вот история. Часть будем обжаривать, часть будем нарезать прямо так. В общем, приступаем. В Молдавии я был, естественно, еще в далеком 94-м году. Вот недавно не был, врать не буду. Я нарезаю полукольцами, полукольцами сделаю, вот так вот. Очень хочется, очень красивая страна, такие холмы, красота, сады, ой, вообще. Красота неописуемая. Надо как-нибудь рвануть в Молдавию, бросить все и рвануть в Молдавию. Подсолнечное масло сюда и потихонечку отправляем на сковородку. Только надо, знаете, что еще? Вот сюда, секундочку. Вот сюда сейчас я прямо от этого хвоста вот так вот перышками-перышками нарежу. Лук-порей. Видите, какая красота будет, а? В Молдавии у каждой хозяйки, естественно, свой рецепт замы. Поэтому, если кто-то скажет, что вот мы не так варим, ну, естественно. У кого-то селедерей вырос, у кого-то нет. У кого-то петрушка есть, там корень петрушки есть, у кого-то нет. Поэтому вариации, так же, как и щи, они существуют. И вот Наташа мне рассказала свой вариант. Она и здесь тоже варит заму. Она молдаванка. Поэтому, естественно, что будет варить свой родной, любимый национальный суп. Так, это тоже сюда. Тоже сюда. Точно так же. Это будем нарезать отдельно. Это будем закладывать прямо вместе с картошкой, лапшой. Корень я сейчас... И зелень будем нарезать во второй этап. А сейчас пока вот эту вот всю красоту поставлю с небольшим количеством масла, поставлю, как сказать, прогреть, назовем так. Не надо его там в кашу. Не надо жестко до корки. Просто прогреваем. Суп должен быть легкий. На этом мы и будем стоять. Это какой-то чудесный белорусско-итальянский флаг. Все. Для запаха. И буквально, может быть, даже возьмем чуть-чуть кипяточку туда. Раз. Для того, чтобы они не жарились, а прямо вот слегка тушились. Ну что, нам надо каким-то образом, ну, такой соломочкой нарезать. Сельдерей как раз, ребята, и даст нам ту желаемую легкость, которая должна быть в заме. Сейчас, когда будем закрывать скороварку, я прямо туда ее в бульки положу, и пусть он там стоит. Лук у нас будет из сковородки. Морковь я в скороварку ни в коем случае не буду закладывать, потому что я вам сейчас одну штучку объясню чуть-чуть попозже. А этот оставим туда. Так, ну что, пришла очередь нашей картошки. Зелень тут лежит. Почему я не закладываю морковь в скороварку? Потому что она начнет чудить. В последнее время я стал замечать, что все, когда закладываешь в скороварку и нормально так протушишь, становится с каким-то странным запахом и таким, каким-то, как будто горелым. Это так себя ведет, ребята, морковь. Когда ты закладываешь ее под давление, там температура большая, все большое. И я вам рекомендую все-таки, если вы делаете скороваркой, скороваркой пользуетесь или варите бульон очень долго, морковь оттуда исключать не надо. Ну, в общем, условия другие. Они не предназначены. Она будет иметь другой, совершенно другой эффект давать. И мне этот эффект не нравится. Так, это мы сейчас нарубим зелень сельдерея. Она тоже нам придаст легкости. Мелко-мелко так. Полосочками. Так. Откладываем сюда. Нарезаем сюда сразу же. Нарезаем укроп. И петрушку. Мелко-мелко. Чтобы все растворялось. Вот так. Вот такая вот история. Смотрите, я поварил, покипятил, наверное, минут 30. Вот пока я все нарезал здесь, все делал, обрабатывал лук, кипела курица в бульоне, в воде. Сейчас я возьму все это и вылью. И оставлю только курицу чистую. Промою ее еще разок сверху. И уже поставлю опять скороварку для того, чтобы в финальной, то есть в правильной воде ее обработать. Поэтому вот такая вот история. Вот. Это уже бульон, да бульон будет. Вот так. И сюда вот этот кусочек корня. Можно положить. Раз, утопил. Можно сказать, столовая ложка соли. Корень сельдерея. И все. Вот наша красота. Все просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, от пяти до десяти сантиметров делайте. Вот тут у меня даже и по три получилось сантиметра. То есть, как удобно, чтобы не вываливалась из ложки. На то она и домашняя, что она не одинаковая. Вот даже тут вот какая вафля получилась. Ну, здорово. Раз. Сейчас как раз нам больше доска вот эта не нужна. Мы все нарезали и отставляем ее в сторону. Для того, чтобы дождаться, когда сварится наша курица. Она вариться будет в скороварке, не так долго. Но за это время, я вам скажу по секрету, мы успеем снять презентацию двух готовых супов. Флаки. Польский суп из говяжьего желудка. И супа из лисичек. По оригинальному рецепту. Посмотрите, пожалуйста, на нашем канале. Алгоритмы YouTube прекрасно понимают, когда происходит активность на канале. Комментарии, лайки и все прочее. Чем больше вот эта активность, тем лучше поднимается видео в поиске. И весь канал двигается значительно лучше. Поэтому, если вы хотя бы какой-то маленький комментарий поставите. Такой там, или как у меня Леся дочка говорила. А он говорит, ну, вот такое вот чуть-чуть. Это большое спасибо. Мы на этом будем прямо сильно радоваться. Если нет никакой мысли, но просто вспомните какой-нибудь суп, который вы ели. И напишите его название. А дальше уже мы его подхватим. И придумаем какой-нибудь... Изучим этот вопрос, изучим рецепт. Посмотрим разные видосы. Почитаем в книгах и все прочее. И воспроизведем его в том настоящем рецепте, который мы вот себе это дело как бы представляем, как это должно быть. Шлем Дон Кихота. Который он сделал себе из бритвенного таза. Все мы какие-то Дон Кихоты, да, время от времени. Ну, во-первых, вот это вот корень сельдерея, который нам больше не нужен. Он отдал все свои штучки. Вот это курица, которую мы тоже здорово уже выварили. И она должна идти и отдыхать вот сюда вот, в тещин таз. Берем и переливаем в кастрюльку. Там ничего лишнего и нету, просто... Вот, кусочек сельдерея, пожалуйста. Все. Возвращаем на плиту и сейчас будем закладывать туда картошку, лапшу, овощи. Все-все-все закладываем и... А эта пусть остывает. Ее туда закладывать не будем, она будет отдельная. Все, на плиту. Давайте попробуем, что у нас за бульон там такой получился. По соли заодно, по свежести. Он чистенький, как слеза прямо вообще. Ну, вообще бомба. Простой вот с сельдереем. Бульончик получился офигенный. И соль хорошо, и все хорошо. Так, все, берем картошечку. Закладываем сюда. И сельдерей. Он еще больше легкости придаст. Вот сельдерей, вот не так нарезанный, видите? Я его специально вымачивал. Ну, не вымачивал, а замочил, чтобы он не подсох. Вот. И еще больше легкости придаст вообще. Вот, посмотрите. То есть, мало того, что он был, часть его была в бульоне варилась, еще мы свежий туда закладываем. И как только закипит и подварится, ну, минут через 10, наверное, как только картошка сварится, мы будем закладывать овощи, которые мы вот здесь вот, видите, они стоят, отдыхают, слегка термически обработаны до обмягчения, даже не до готовности, а просто того, чтобы обмягчили, чтобы они не разваливались, потому что они жесткие были. Ну, и, соответственно, потом пойдет лапша. Вот она здесь у нас уже чуть-чуть подсохла и ждет своего звездного часа. Картошечка у нас почти сварилась. Ну, 75% готовности она уже такое аль денте. Сельдерей еще будет вариться, он пожестче так, ну, тоже нормально, уже обмяк. И сейчас мы берем и закладываем все содержимое нашей сковородки, такое приятное, пропаренное, такое мягкое, но не передержанное, не перегорелое, не залитое маслом там. И закладываем все в нашу кастрюльку. Делаем газ посильнее. Сейчас немножко дольем туда водички горячей, потому что хороший, концентрированный бульон. Чуть-чуть дольем. Ага. А если вы были в Молдавии или знаете, напишите, куда съездить обязательно в Молдавию, потому что сейчас, как только тут подразгребемся, Миша, Миша покрепнет, ему сейчас всего 7 месяцев, вот, я наверняка куда-нибудь рвану. Но, естественно, сниму об этом интересный репортаж, и отдельно, может, даже мы выведем это в отдельный большой интересный выпуск. Так, все, закладываем торжественный момент, закладываем лапшу, посмотрите. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Можно даже не убавлять пока газ. Сейчас она немножко попросядет. Ну вот, практически все. Теперь осталось только нам дождаться, пока сварится, ну, лапша. А что она там варится-то? Она 5 минут, максимум 7. То есть, сейчас закипает, это практически еще все кипит. Делаем самый маленький огонь. И готовимся к подаче нашей замы. Опаньки! Культовый молдавский суп ЗАМА. Национальное достояние Молдавии. Без преувеличения. Посмотрите, какая красота. О! Хороший. На курином, на чистейшем курином бульоне. Обалденном, вываренном. С целой курицей вот из этой. Бульон просто. Такой концентрат. О! Класс! Перед тем, как будем пробовать, мы должны положить вот сюда вот кусочек белого мяса. Кусочек какой-нибудь ноги куриной. Еще один кусочек белого мяса. И вот что-нибудь вытащим вот сюда вот из ножной части. Вот, посмотрите. Вот, вот так. Помидорки для закуси обязательно. Давайте так, я сначала попробую, соответственно, просто пустую версию, а потом уже буду попробовать все с лимоном. Можно я курицу сначала уберу? Курица сказочная. Красота какая. Ну, судя по тому, что я пробую, зама получилась. Она получилась легкая, она получилась овощная, она получилась куриная, и она получилась... Сейчас я еще добавлю бульончика, чуть-чуть сюда, которая занимала курица. вот сюда добавлю. Раз. Все хочется бульончика. И добавлю сюда лимон. О, еще вкуснее. О, с зеленью и лимоном действительно вкуснее. Вот это все сочетание, оно как будто создано для лимона вот в этой вариации. Прямо вот идеально, понимаете? Здорово прямо. Казалось бы, простой там какой-то куриный суп. Нет. Ничего подобного. Это отдельный суп. Отдельный суп в отдельной категории вот именно зама, да? Приятно, что я умею делать идеальную заму. Не представляете. На этом наша серия съемочная заканчивается. Завтра, я надеюсь, приедет ко мне мой друг. Мы будем снимать с ним чакапули и хашламу. Два супа. Один грузинский с бараниной. Другой. Хашламу армянскую. Такой специфический рецепт. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам еще. Всего хорошего. Желаю вам счастья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok